Три года назад руководитель студии праздников «Раз, два, три» Светлана Полянская решила организовать в Сергиево-Посаде международную школу для тех, кто организует незабываемые торжества. В каждом городе России есть праздничное агентство «Не одно», которое занимается проведением детских шоу. Все они собираются два раза в год в пансионате «Восход», чтобы поделиться друг с другом опытом, научиться чему-то новому. У нас есть конкурс, у нас показывают игровые программы, у нас приезжают лучшие специалисты со всей земли, скажем так, самые лучшие. Но сейчас выступает Александр Зайцев, это мэтр детских праздников. И самые лучшие, самые прогрессивные идеи, они здесь, на школе. И плюс человеческое общение, когда ты среди своих людей, которые живут этим же делом, которые болеют этим делом в хорошем смысле, которые любят детей, это вообще невероятное счастье. Школа для ведущих длится несколько дней. Это только так кажется, что провести детский день рождения в корпоративную вечеринку так просто. За видимой легкостью, веселем скрывается кропотливый, серьезный труд у строителей праздников. И стандартный подход к работе, секрет актерского мастерства, методы изготовления бутафорского реквизита – всему этому и многому другому учат в школе ведущих детских праздников. В дальнейшем полученные опыты и знания участники школы применяют на практике. Люблю детей. И хочется им дарить радость каждый день. И родителям дарить радость каждый день. Ну, здесь во второй раз я уже, на новогоднем семинаре был еще в сентябре. В прошлом году на конкурсе «Зажигаем звезды» я стал обладателем гран-при. Ну, то есть лучшая программа у меня была. Во второй день школы будет конкурс «Зажигаем звезды», где любой может показать свою детскую программу на 20 минут. Вот, в прошлом году мы тоже так, я участвовал. Школа ведущих действительно является международной. Сюда приезжают не только из отдаленных уголков России, но и из ближнего зарубежья. Есть такая профессия – развлекать родину. Если довести до слез можно очень просто, то рассмешить, к сожалению, трудно. Поэтому мы все здесь. В наше такое нестабильное время, мне кажется, что получение знаний, вкладывание в себя новых идей – это самый стабильный курс. Поэтому мы, Казахстан, равняемся и приезжаем сюда, чтобы получить самые позитивные знания, которыми будем радовать своих детей. Организаторы школы пригласили поделиться опытом знаменитых ведущих детских праздников, таких, как, например, Александр Зайцев. В своей программе он наглядно показывает, как можно сделать яркий, веселый номер, буквально из ничего. Музыка закончилась, пошли живые и фонограмные аплодисменты. Для чего я так конкурсу растягиваю? Видите резинка? Возьмите, как за ручку в портфеле. Вот. А у вас, смотрите, руки свободные, а здесь есть прихватки. Сейчас звучит самая известная мелодия с прошлого века. Вот это. Я их называю «куриная корочка». Покажите. Дети, они не знают, как правильно танцевать. Углата новенькая. Покажите, пожалуйста, свободными руками. Клювы, крылья, хвосты. Парни, еще какие-то клюва. И, конечно, все здесь непременно подружатся. Наверняка зародятся в головах слушателей школы новые идеи и планы на будущие детские программы. Уже в четверг слушатели разъедутся по домам, чтобы нести радость и веселье и маленьким, и взрослым. Ирина Самойлов, Михаил Жучков. День города.